Играю с Евгением Сапуновым на шахматной планете, очень сильный Блицор, много раз у меня с ним уже встречались позиции староиндийского типа, вот и эта партия тоже не исключение. Основной вариант, сыграть здесь С5, самое острое продолжение, конечно, очевидно, что Евгений прекрасно понимает, что здесь черные должны делать, да, Ф4 и КНФ7, считается, основной ход на Ф4 и КНФ7, ФДТ это интересно, я с этим продолжением не знаком. Ну, Е5 выглядит очень логично, надо вырубать слона, С4, КНФ2, черные закрепили КНД3, в этом, конечно, плюс их позиции, но и минусов тоже довольно много. Король перманентно слабый, пешка на Ж6 под напряжением, в принципе, наверное, нелегко играть за оба цвета. Сыграл ФЖ4, грозит взятие на Ж6, скорее всего, последует просто КНФ7, но вот здесь, интересно, если ход Ф5. Ф5, КНЕ5, удивительно, кстати, красивый вариант, Ф5, КНЕ5, КНЖ5, АЖ, ФБД4, КНФ3. Ладья Ф3, СЛАН, Д4, ФЖ, КНЖ7. Взяли, ну, это слишком интересно выглядит, чтобы это не проверить. Попробую пойти Ф5. Как-то же, Евгений видел этот код, и, скорее всего, что-то подготовил на этот случай. Но посчитать такое будет непросто. Ф5. А, всё-таки ФЕ5. Ну, это вот выглядит в некоторой степени податливо, что ли. Не может быть сильно хорошо. С другой стороны, кто знает, мой центр начинает крошиться. В целом, у белых одно из преимуществ было в том, что очень стабильная позиция в центре, сейчас её нет. Не очевидно. Кем-то, ну, надо брать, наверное, Ф7, всё-таки, на Ж6. Такой ход не может быть плохим. Просто сыграет слона Ж6. На Е последует КНЖ5. С победой. Ну, если чёрный здесь держится, это задачка непростая. Так что, если Евгений отобьётся, достижение будет весьма впечатляющее. Я хочу просто пойти КНЖ5 и дать мат на H7. И не так-то легко защититься от этой угрозы. Сноладей Ф5, Седвадцатый последует ФЕ8. С победой. Е в КНЖ5. Кунь Ф6 не отходит за слон Ж7. Не знаю, что ей делать. Ну, слона Ж6, да, наверное, меньше рисун, но... То есть, если я сейчас просто пойду Ф6, то что тогда делать? Наверное, хочу пойти Ф7 и дать мат. Много других игроз. Может быть, хочу просто КНЖ5. Стица у чёрных плохая. Хотя, конечно, такой перевес можно и выпустить. Ф7 не выигрывает, как они меняют, легко. Должно быть что-то проще. Ферзь Ж6, КРХ8, КНЖ5. Как кандидат на простой выигрыш. На КНФ6, на ЛДФ6. И, видимо, всё. Да. Сдаётся Евгений. Интересный момент. Хотел бы всё-таки показать этот вариант, не проверяясь движком. Просто то, что я видел. И я думаю, что мой сверник тоже видел. Вот в этой позиции можно было сыграть КНЕ5. Что выглядит, как зимок Ферзя, потому что у меня есть ход КНЖ5. Кстати, есть ещё ответ КНФ6. Надо проверять, что из этого сильнее. Предположим, КНЖ5. ХГ, Ферзь Ф6. Надо отыгрывать Ферзя, разумеется. Ладья бьёт Ф3. Слон бьёт Д4. ФЖ, шах. Подвисает ладья, поэтому надо каким-то образом защищать там. Но я беру ладью. И после СНЖ5 позиция неясная. Но, скорее всего, всё-таки в пользу белых. Поэтому может быть действительно сильнее КНФ6. Теперь КНФ6 не сыграет, что Ферзь Д4 нечем отыгрывать материал. Поэтому слон Ф6, Ферзь Д4, КНФ3. Ладья бьёт Ф3. Взяли. ФЖ. Если здесь король Ж7, то слон А6 с победой. Поэтому сюда. Да, и вот это, конечно, более точная редакция. Потому что я бью здесь, и теперь бью здесь с шахом. И у меня больше материала, и много лучше координации. Вот эта позиция, скорее всего, просто выиграна. На любой отход, или там СНЖ7, в данном случае Ладья Ф1. Материала поровну, но чёрная катастрофически ужасная позиция. Это позволяет судить, что либо КНД3, вот эта вот полу-новинка. Ну, как по мне, может быть, такой ход уже давно применяется. Не очень удачно. Потому что основной ход КНФ7, и здесь СНД4, КНЖ2, Ладья Ф7. Е5, у белых компенсации, у чёрных лишняя пешка. Это много раз встречалось. КНД3 наверняка тоже не за доской придумано. Е5 играть надо, практически уверен. С4, КНЖ2. Ну, и, видимо, может быть, А6 не точный ход, потому что ослабляется пешка на Ж6. Ну, или, может быть, ФД4 не туда, потому что вот здесь вот ход Ф5 выглядит очень сильно. Он у чёрных просто не держится. Надо было попробовать КНДЕ5. Хотя бы потому что этот вариант был значительно эффектней. Ну вот, достаточно интересная партия. Надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо за внимание. Для вас играл и комментировал Никита Петров.